Праздничные мероприятия в 38-м отдельном гвардейском полку связи ВДВ были посвящены Дню Защитника Отечества и 100-летию образования Красной Советской Российской Армии. Командир полка вручил наиболее отличившимся военнослужащим медали Министерства обороны за воинскую доблесть, а ветеранам полка юбилейные медали 100 лет вооруженным силам. Защита Родины у нас на Руси всегда почиталась святой и почетной обязанностью. И все те, кто стоят сейчас в строю, имеют неизменное уважение народа. И хочу заявить перед лицом ветеранов полка, мы вас не подведем. В воинском строю стояли и без пяти минут юноармейцы. Курсанты из воздушно-десантного отряда оборонно-спортивного общества «Десантер». Сегодня у ребят торжественный день. Они принимают присягу члена военно-патриотического движения «Юноармия». Мы, курсанты оборонно-спортивного общества, перед лицом своих товарищей торжественно клянемся. Всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. Клянусь. Клянусь. Особенностью отряда является то, что его участники не привязаны к какому-либо конкретному учебному заведению. В его составе ученики самых разных школ Москвы и Подмосковья. Работает отряд с 1995 года. За это время выпускники общества проходят службу в основном в воздушно-десантных войсках. И многие из них прошли службу в 38-м отдельном полку связи ВДВ. Поэтому это наш родной полк. И, собственно говоря, сейчас подрастают смены, которые тоже будем надеяться, что будут достойны войны. После торжественного марша юноармейцы показали на плацу свои навыки, которые они получили в отряде за время обучения. Мы грусть оставим на серебряном крыле. И, улыбнувшись, растворимся в теневе. И посмотрели, чему еще можно научиться у военнослужащих воздушно-десантных войск. Военнослужащие показывают навыки ведения огня и стрелкового оружия из любых положений для стрельбы. Десантник никогда не сдается во время схватки. Сбили скоб, поражайся на коленях. Державу никогда не подведут воздушные десантные войска. Сергей Дадыко, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».